Всякий раз, когда вы находите оправдание пропускать тренировки, помните, что в мире существует множество людей с невероятными трудностями, превозмогая которые, они мечтают и делают все ради своей цели. Все ваши мотивационные видео окажутся далеко позади, после ознакомления с историей сегодняшнего человека, чья кожа буквально горит 24 на 7, и он живет так с первого дня своей жизни. Сегодня я вам расскажу о парне, который родился с редчайшим заболеванием, приносящим постоянные боли. Цитирую. «Привет, меня зовут Пепа. В момент моего рождения у меня диагностировали крайне редкое заболевание кожи, известное как кожа бабочки, а именно рецессивный дистрофический эпидермолиз. Несмотря на эти трудности, моя цель – вдохновлять и мотивировать людей по всему миру свои уникальные истории. Я стремлюсь продемонстрировать, что с какими бы препятствиями мы не сталкивались в жизни, всегда можно достичь своих целей. Если вы хотите ежедневно получать ободрение и вдохновение, пожалуйста, подпишитесь на мою страницу». Его руки перевязаны, потому что его состояние кожи такое, если он возьмет вес в руку или что-либо грубое, то столкнется с трением. Это разрушит его кожу. Но тем не менее, он все еще делает этот подход, которых много. В упражнениях которых много, практически каждый день. «Мне пришлось поменять ручку, потому что металлическая ручка оставила рану на моей ладони, хотя на руках у меня были толстые бинты. Так что мне просто пришлось сменить ручку». Он даже не может полноценно удержать вес руками, но каким-то образом находит выход, чтобы делать тягу штанги в наклоне. И поэтому я хочу спросить, какое у вас может быть оправдание? Почему вы не идете в спортзал? Я вам скажу кое-что, но это будет правдой. Что вы не в состоянии бросить вызов молодому человеку, у которого редкое изнурительное кожное заболевание. Но он не использует это как оправдание. Это мотивирует его тренироваться еще усерднее. «Как дела, ребята? В сегодняшнем видео я расскажу о состоянии своей кожи, о коже бабочки или булезном дистрофическом эпидермолизе. Из-за этого в моей коже не хватает седьмого коллагена, закрепляющих фибрил кожи. Из-за этого моя кожа становится очень чувствительной, и я легко могу пораниться и получить шрамы». Но это еще не все, что мальчику по имени Пепа мешает набрать форму. У него также есть редкое заболевание кишечника, из-за которого у него нарушено всасывание питательных веществ, витаминов, минералов. У меня еще и нарушение всасывания, что означает, что мне трудно усваивать питательные вещества из пищи, такие как витамины, микроэлементы и железо. Ну и тому подобное. Поэтому ему приходится преодолевать несколько трудных препятствий. И для него тренировки с отягощениями – это тяжелая битва. И вы можете сказать, что по сравнению с ним вам это далось бы намного легче. Но вы все равно сидите на диване и ничего не делаете. Начну с понедельника, начну со своего 25-го дня рождения, начну с нового года. Но начало так и не происходит. Работа, учеба – всяко найдется причина. Куда проще в свободное время смотреть бесполезные ролики на ютубе, судорожно скролить ленту телеграмма в ожидании порции очередных кровавых новостей, повлиять на которые ты не в состоянии. Ровно так же и новости на тебя никак повлияют. А потом можно перейти на инстаграм или тикток, где лента с тупыми роликами просто бесконечно. Поэтому ты продолжаешь говорить и оправдываться, что нет времени, ты не можешь этого сделать. Тяжело хотя бы через день добавить прогулки по полчаса для своего сердца, сосудов и тела в целом. Тяжело добавить две тренировки в неделю, по часу в тренажерном зале, чтобы выглядеть нормально. Это кожное заболевание сопровождается множеством неприятных симптомов, но я стараюсь извлечь из этого в максимум пользы. Он показывает нам двойной бицепс спереди и другие позы из бодибилдинга. Делает он это каждый раз после каждой тренировки. Что он видит, когда смотрит на себя в зеркало? Он испытывает духоподъемные ощущения. Его греет мечта, к которой он движется. Ты можешь думать, о, он не такой большой, но помните, что у него нарушение всасывания. Ему очень трудно набрать вес, у него заболевание кожи, но он не сдается, и поэтому обратите внимание, что его руки перемотаны сплошь и рядом, потому что кожа его постоянно повреждена. Если он кладет гири или гантели в руки, трение разрушит его кожу, но он все равно делает это. Он придумает какое-либо приспособление, вместо того, чтобы придумать оправдание, чтобы не работать. Цитирую. Я снова в игре, ребята. Надо дойти до 40 килограммов до конца года. И креатин определенно спас мои достижения за ту неделю перерыва в тренировках. Текущий вес 33.9 килограмм. Вес приближается к 35 килограммам, и я думаю, что 40 килограмм в конце года возможно. Мне нужно сосредоточиться на этом. Я надеюсь, что мои проблемы с пищеводом не усугубят ситуацию. Пожелайте мне удачи, ребята. Мой вес дошел до 36 килограмм, и с тех пор стоит. Я постоянно ем 3000 калорий. Бывают дни, когда я ем даже больше. Например, 3,5 или 4000 калорий. Так что я не знаю точной причины, почему я так уперся в своем наборе на данный момент. Мое состояние немного ухудшилось за последние 2 недели. У меня больше ран, чем обычно. И они чертовски болят. Это может быть одной из причин моего состояния. Того, что сейчас мне труднее набирать вес. У меня были времена, когда присутствовало больше ран. И я все равно мог набрать вес. Из положительных моментов, я думаю, что немного подрос в росте. Так что это хорошая новость. В любом случае, игра не останавливается. На этой неделе будет много интересного контента. Так что пристегнитесь, ребята. Некоторые из вас думают, что я ем именно столько за день. Шутки в сторону. Я стараюсь есть столько, сколько могу заставить себя съесть. Мой необходимый уровень для поддержания веса находится в районе 1800 калорий. Но я ем 3-3,5 тысячи калорий. Когда мой пищевод не ранен. Когда с ним проблемы и он сужен, я ем около 2-2,5 тысяч калорий. Он даже находит в себе энергию шутить. Выложив это видео, он обозначил, мол, так плаксиво выглядят люди, которые пытаются есть меньше, чтобы похудеть. И, мол, так выглядят люди с нарушением всасываемости питательных веществ, которые едят очень много. Болезнь, которой страдает парень, характеризуется рецидивирующим образованием пузырей и атрофическими рубцеваниями, особенно на конечностях, а также дистрофией и в конечном итоге утратой ногтей. У большинства пациентов поражение кожи является генерализованным. К внекожным проявлениям относятся осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта. А кисти и руки у таких людей есть. Просто они сплошь окутаны кожей. У них есть пальцы, все в порядке, но они родились вот так. Существуют операции, которые могут разделить пальцы и в процессе лечения возможно восстановление полноценной функции рук. Но такое доступно не всем, ввиду осложнений. Поражение кожи носит обширный и устойчивый к терапии характер. Есть подтип заболевания, при котором пузыри локализуются на руках, ногах, коленях и локтях. Иногда на сгибах, на туловище. Представьте, насколько сложно парню просто передвигаться. Одеваться, умываться, справлять нужду и все эти рутинные дела, о которых мы с вами даже не задумываемся. А для него это битва каждый день, каждый час. И ко всему этому он еще и тренируется. Что происходит тогда, когда он потеет? В одежде, которая потом прилипает. Страшно даже представить. В среднем в мире с таким недугом на 1 миллион приходится 10 человек. В настоящее время не существует радикальных методов лечения ни одной из форм данной болезни. Несмотря на это, существуют эффективные, превентивные и симптоматические методы терапии. Основным в лечении является уход за ранами с целью их быстрого заживления и эпитализации кожных покровов. Основная задача – предотвращение разрастания размеров пузырей и повреждений покровов с целью лучшего заживления ран и профилактики эрозии. Помимо этого, лечение направлено на поддержание работы всех органов и систем. Пациенты с тяжелыми подтипами рецессивно-дистрофического эпидермолиза часто нуждаются в хирургическом вмешательстве на желудочно-кишечном тракте и в операциях по разделению пальцев. Несмотря на то, что в настоящее время ученые ведут исследования по лечению данного заболевания, этого все равно недостаточно на данном этапе. Болезнь исследуется с 70-х и не так давно были успешные попытки по пересадке здоровой кожи. Может показаться, что человечество не преуспевает в разработке лечебных методик. Но зачастую редкие заболевания легко могли бы научиться лечить еще в 20-м веке. И так как они редки, страдают единицы на миллион. И только в случае, если кто-то очень богатый или его родственник с этим сталкивается, то только тогда идут подвижки и что-то даже получается быстро. Потому что появляются очень богатые и заинтересованные люди, которые готовы инвестировать огромные деньги. Сохрани это видео и смотри его всякий раз, если тебе вдруг будет сложно пойти на тренировку, прогулку или начать правильно питаться. Для тех, кто перематывает мою рекомендацию по заработку в интернете, хочу сказать, что телега закроется через неделю. Это уже локальный мем, которому почти 5 лет. Поэтому я его проговариваю, чтобы побольше было комментариев. Ну а во-вторых, проект реально работает и 6-й год, каждый день. Нет каких-то менеджеров первичной обработки, всю работу выполняю с клиентом от и до я, ведя его до конечного результата. А что самое главное, гарантированно. Вот такие отзывы я получаю на жнем на основе от своих клиентов. Кто знает, может быть уже в следующем ролике ты захочешь похвастаться своими результатами. Поэтому прямо сейчас чекай ссылку ниже в закрепленном комментарии и начинай получать результаты вместе со мной. Но важно помнить, что я не резиновый, меня на всех действительно не хватает, поэтому через неделю доступ закроется навсегда. А если вам нужны рисоболины, куриноболы, рисостероны и прочие, пизостероны, то есть специальный чат, где вы можете все это узнать и приобрести. По промокоду ВАРК вас ждет скидка 10% на каждый заказ, не только на первый. Также можно получить консультацию, введение, ПКТ, составление курса, тренировок питания и т.д. и т.п. Телегия каждый день раздают 10 премиумов для своих случайных зрителей. Подписчиков там не так много, поэтому подписывайся прямо сейчас. Ссылка находится там же, где и ссылка на телегу по заработку, на телегу по пизостеронам и консультациям. А именно в первом закрепленном комментарии под видеороликом. На ютубе правила очень ужесточились и меня спрашивают, где этот жесткий контент. Я его целиком переместил в телеграм, поэтому там будет интересно. А если вам срочно понадобились деньги, есть лишняя квартирка, можете позвонить или написать ватсап по этому номеру телефона и решить все свои вопросы. Даже если квартира обладает некими обременениями, очень быстрый выход на сделку. Ну а с вами был Варгонин Дмитрий, до новых встреч, друзья!